Доброе утро всем. Катюш, ты соску стала сосать? А ну-ка покажи. Доброе утро, Настена. Настя сегодня, в общем, опять ночью ходила, плакала. Думала, что ее муха хочет съесть. Какая-то кошмар какой-то. В общем, сюда я послушала. Да, сюда, слушайте, приехала, а у Насте столько кошмаров снится. То пауки, то, в общем, столько впечатлений, видимо, от дачного отдыха. Катюш, пойдем на улицу, посмотрю, как там дела. Пойдемте. Доброе утро всем. Катюшечка, пойдем. Так, босичком прям иди, дочь. Смотрите, какая погода шикарная. Сегодня обещается плюс 26, прикиньте. Вот, так что сегодня приезжает гость опять, подруга с семьей. Будем, в общем, тут загорать, жарить шашлычки. И Ваня сегодня приедет уже. Он работать вышел. Все, отпуск закончился у него. Три дня вот работал. И вот приедет на три дня. И все. И потом уже... А потом уже мы домой. И на море. И на море. И на море. И на море. Да? Все. Пойдем раздеваться. Точнее, одеваться. А то выходишь тут в труселях. На фоне... Мне хотелось какое-нибудь видео снять. На фоне этого окна. Очень, очень красивый вид. Видите? Но если я буду снимать против окна, то меня не будет видно. Вот. Да, мам? Ты хочешь рукой ее грохнуть? Да, уже грохнула. Фу ли. Кишки раздавила. Мама у меня. Катюша, покажи свои новые босоножки. Я в предыдущих влогах как-то не помню, в каком показывала вам. Как я заказывала вот такие босоножечки. Вот они к нам приехали. Шикарные, легкие. Катюша, тебе нравится? Да. А я в таком босоножке. А Настя у нас принцесса. Давай, Катюш, бери Настену за ручку. Идите. Ведите нас в магазин. А то я забыла дорогу. Мы вам сейчас покажем наш местный магазин. Мы идем за продуктами. А зачем, мам, мы идем? Что нам нужно? Нам нужны печеньки. Печеньки нам никуда. Да. Настен, ты не хочешь Катю за ручку брать? Она на тебя обидится. Ты, Настена, вся в образе? У тебя другая рука свободная. Возьми. Указали, Катюша обиделась. Давай, Катюш, мне ручку. Хочешь? Вот, видишь, она на тебя обиделась. Катя такая подбежала к Насте. А ты королева, понимаешь ли. Да, Настена? И все. И будем готовиться ехать на море. Я уже так хочу на море. Я хочу уже в поезд сесть. У мамы уже чемоданное настроение. Ну пока мы идем, я вам сейчас тебе задам пару вопросов. Мне? Лично? Да, лично. Чтобы ты ответила моим подписчикам первый и последний раз. На тему? На тему? Почему ты меня родила с таким большим носом? Во-первых. Почему я такая страшная, как мне пишут? Не особо как. Во-первых, нос небольшой. Большой. Нос нормальный. А у тебя, кстати, хороший носик. Не тот формат. У меня не Снобель, короче. Просто вы не видели его вживую. Поэтому так и кажется. На камеру все по-другому смотрится. На камеру и я тоже не красавица. А на самом деле я еще красивее. Камера не передает все. Наоборот, я вообще думаю, что камера, наоборот, человека... Уродует? Не в лучшую сторону изображать. Человек лучше выглядит, на самом деле. Я лично так считаю. Я когда вижу себя на камере, это кошмар. Да, мама у меня, в принципе, не любит сниматься, потому что она считает, что она то толстая, то еще что-то. Ну, малину нашли. Ура! Аккуратно, Катюш, тут крапива или что это? Смотрите, сколько там малины. Туда не пробраться. Ой, я обожгла себе руку крапивой. Ай, за что? И вообще, мам, как ты считаешь, нормально вот взять человека и оскорбить, блин? Нет, я считаю, что... по-человеку бестактные люди. Я бы... У меня всегда есть желание, когда люди оскорбляют, пишут гадость, посмотреть на них. У меня есть большое желание посмотреть на них. Они, наверное, все идеальные. У них все в порядке совсем. Да, пойдем, Катюша. Я ответила на твой вопрос? Да. Что есть, то есть. А всякие операции, ботоксы или что, я считаю, это вообще... Ну, мама у меня, вон, натуральная вся. И что, плохо выглядит, что ли, 54 года человеку? И я еще считаю, в дополнение, что такие люди, они способны только вот так вот, виртуально писать, а в глаза сказать, мне кажется, они не смогут. Ну, да. Очень надо это... Смелость такую... Ну, надо иметь, что-то навсегда. Не надо этого делать, не надо. Посмотрите в зеркало на себя и скажите, какая я красивая. Как говорил он с Максим Горько. У человека должно быть все прекрасно. И душа, и внешность, и мысли. Зарубились я на носу, хейтеры? Обалдеть! Обалдеть! Сядем все, поедем. О, я бы прокатилась, если честно. Как это называется? Я не знаю, что это. Как у нас в селе-то нас называлось это? У нас в селе такого не было. Нет, типа, да у дедушки. Как бы забыла? Ладно, все. Бричка! Бричка! Бричка, это когда лошадь. А тут не лошадь. Бричка, Бричка, Бричка! Это, видимо, водитель. Сегодня мама платит. Сегодня плачу я. Ну, конечно, не позволю. Видите, какие тут печенюшки? Мы эти уже пробовали. Курабье хочу. Ну, хочешь, покупай. Что вам бабушка купила? Киндер. Покажите. Разорили бабушку на два киндера. Для девчонок. Для девчонок? Да. Ну, отлично. Дома откроете, да? Кидайте в пакет. Кстати, напишите, у вас родители тоже ходят с пакетом, которому 5 лет? Ну, не 5. А сколько? Ну, 3. Мне кажется, им уже лет 10. Нет. Неправда. Точно. Водитель. Их видно издалека. А прокати меня в водюшу на тракторе. Мам, а кстати, у нас мама как раз свободная. Может быть, прокатишься на тракторе? Возьми меня замуж, пожалуйста. Я буду хорошей женой. Да, Катюш? Бабушка, у тебя юмористка. Катя реально загорела. Катюш, посмотри на камеру. И личка тоже загорела. Ручки загорели, реально. Настя, она у нас по жизни смыгловатенькая, так что. А я вообще белая, как сметана. Ну, у тебя руки немножко, видите, все. Ну. Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть, я с моря приеду. Можете приглядеться. Да. Я говорю, я с моря приеду, мне напишут, Марина, ты вообще отдыхала на море? Что-то без загара. Проблема с интернетом. Не могу видео грузить. Ваня сидит, разбирается. Ну, как? Или ты уже пользуешься моим интернетом? Нет. Это, кстати, мой такой, видите, рабочий стол. У меня тут провода, наушники, камеры, карты памяти. В общем, вот она моя блогерская жизнь. И, кстати, лупа даже есть, прикиньте. Мы с Настей все будем сжигать. Да? Если солнце будет. О, солнце там есть. Ну, за деревьями, за облаками. Так. Открывайте, конечно. Только давайте за столом, потому что шоколад весь посыпется на вот это самое за стол, девчонки. Что там, Катюшки? Камечка! Вот мама сейчас покажет вам, что она купила. Как вот похудеть? Ты же худеть решила. Я худею. После восьми. А, после восьми только не ешь, да? Да. А еще мы купили тут в местном магазине такое кофе. Видите? Капучино. И еще, кстати, тут в пакетике, типа такая мелкая крошка шоколадная, представляете? Обалдеть. В городе я таких не видю. Они огромные. На, где? Здесь еще есть начинки. Какие-то. Необычные язычки. Ты еще такая красивая. У нас шашлык. Это главный шашлычник. Вот мясо. Вот мясо. И мы, в общем, сейчас будем еще мариновать баклажаны, перец свежий. И все, да, Ваня? Больше ничего. Помидоры. А, и помидоры тоже? Да. Вот. Купила они, в общем, такую приправу. Вкус огня. В общем, что-то маринад для овощей. Овощи на углях. Видите, какая картинка. Картинка шикарная. Вот. Так вот получилось. Я налила еще оливковое масло. О, посолнечное. И сейчас будем мариновать. У нас последние дни на даче, и мы будем объедаться шашлыком, и все, и уже валить отсюда. Мы, кстати, готовый шашлык покупали в Ленте. Он, кстати, недорогой и действительно вкусный. Мы даже не парились, не делали никакие маринады. Вот. Да, Ваня? Угу. Вообще, как-то очень вкусно действительно в Ленте. И по цене недорого. Мы тут мясо в местном магазине покупали. Ну, как в местном. Ну, да, в местном. Дороже, чем готовый шашлык. Вообще, не прикольно. Девчонки, вышла я только что из душа и решила с вами немножко поболтать, пока у меня тихо на даче. В одном из последних влогов я сказала о том, что хочу сделать себе розовые прятки. И были такие комментарии, что Марина, как бы это глупость, ты такая большая, уже взрослая дама, и собираешься делать розовые прятки. Ты же не подросток, ну, и в общем, и так далее. Я вообще заметила такую тенденцию, что многие боятся экспериментировать. Такие люди, они боятся, что их, как-то, знаете, общество не примет. Я хочу всем своим зрителям сказать, там, подросткам, уже взрослым девушкам, не знаю, старушкам, всем-всем, не бойтесь экспериментировать. Жизнь одна. Я сделаю розовые прятки, если мне не понравится, я их спокойно могу снять. Можно спокойно, как бы, снять эти прятки нарощенные и дальше ходить. Экспериментируйте, не бойтесь, будьте добрее к окружающим, не нужно их, как-то, знаете, гнобить. И вообще будьте добрее. Вот, и такая немножко болтовня. И, кстати говоря, тоже многие были за то, чтобы я болтала. Как только в прошлом видео я начала болтать, мне написали, скучно, фу, неинтересно, много болтаешь. Ну, в общем, знаете, вас не понять. Кстати, ресницы я тоже наращу. Хоть и написали, что ресницы не выдержат моря, на самом деле в том году мне тоже самое писали. Но на эти комментарии также отвечали другие подписчики и писали также, что у них все окей, ресницы выдержали и море, и соленую воду. Поэтому я не знаю, я рискну. И если вдруг там действительно совсем все будет плохо с ресничком, я просто сниму их. Также мне девочки писали, что гель-лак не стоит делать на море, все это сойдет. Но если я не попробую, я не успокоюсь. Я все равно попробую, если действительно и ресницы сползут, и ногти отклеятся. Быстро сойдут, точнее, да, то на следующий год я это уже делать не буду. Просто многие пишут действительно, что стоит делать, некоторые пишут, что не стоит. Мне кажется, это все зависит от материалов и от самого мастера, да, о том уж как вам сделают. Зрители, вы должны понимать о том, что я всегда иду на контакт. Я всегда читаю ваши комментарии, на самые интересные я, ну там, ставлю лайки, да, если вы заметили. Так что пишите побольше. Приехали на озеро. Опять сегодня жарко и очень много людей. Надеюсь, мы ляжем. Надеюсь, это будет не как в Анапе, да, мам? В смысле? Ну, что народу много... Да, найдем здесь. Я сегодня впервые даже одела купальник, представляете? Представляете? Я купальник. И платье первое вообще надела. На выход, я имею в виду. Нет, мам, второй раз. Помнишь, когда мы с Катей купались? Да. Ты тогда оделась. Да. Ну, в общем, я не знаю, я хочу, конечно, покупаться. Ну, не знаю, получится или нет. Мам, я уже закаленная. Ну, Настя-то уже купалась? А я нет. Мама точно мерзлячка. Мама вообще очень. Ей надо нереально в Краснодаре жить. В Краснодарском крае ленич. Мне надо с разбегу сразу в воду. Потихоньку это бесполезно. Край за руки, за ноги. Ну, типа. Или как в Силье с мостикой. Бульт их туда. Катя. Катюс. Поймала? Да. Изумрудный идем дорожный трудный. А дальше? А дальше я не помню. Вкусно? 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 Девчонки, мы уже, естественно, давно приехали с озера. Совсем не стала снимать, потому что купались, отдыхали, гуляли. В общем, не до камеры было. Вечер уже сколько? Уже почти 12 ночи мы не спим. Мы только недавно проводили гостей. Вышли из душа, помыла я девчонок. Катюшка у меня тут лежит, смотрит там. Катюш, что ты смотришь, зайка? Какой-то мультик с Машей и с Пеппами. А Настеночка у нас что делает? Я себя смотрю. Ты смотришь свой канал? Да. Кстати, Настена, у меня на детский канал, мы сняли уже видео 3 или 4, но до сих пор они уже, наверное, недели 2-3 лежат. Я все никак не могу их отредактировать, выложить на канал. Просто некогда. Простите. Но на самом деле, в принципе, снимать нечего. Мы тут с друзьями. У нас как бы летний отдых, озеро, шашлык, настольные игры. В общем-то, все как положено. Ноутбук буду монтировать видео. И завтра последний день. И все. И мы уезжаем послезавтра. Я уже говорила, что Маньке завтра на работу, к сожалению. Он отвез большую часть вещей. Сейчас мы еле-еле загрузили. Просто машина вот так вот была забита. И мама поехала. Что я могу сказать по поводу дачного отдыха? Это круто. Мне понравилось. Безумно счастлива, что у нас получилось арендовать дом на месяц. Я ни разу в город не возвращалась. То есть я как сюда приехала месяц назад, так я тут и тусовалась. Девчонки в восторге. Столько эмоций. Вообще просто шикарно. Слушайте, я тысячелетней играла в карты. Я обожаю играть в карты. Мы тут просто резались в дурака. И я вообще была чемпионкой раньше по картам именно в дурака. Потому что мы летом постоянно, сутками просто играли в этого дурака. Постоянно. Единственное, что мы пожалели, что не взяли домино. Потому что домино я тоже очень люблю играть. Но карты и дурак это просто не сравнится. Так что, девчонки, если вдруг вы забыли про эту игру, обязательно сыграйте. Да? Это? Прям посмотришь? Тебе нравится тут отдыхать? А кто тут у нас летает? Часто? Муха. Муха? Катю, что ты хочешь сказать своим зрителям? Пепла. А тебе нравится спать на втором этаже? Да. Да? Да? Она сегодня спала со своим женихом. Жених спал на втором этаже, она ему уступила место. А она на первом. Ой, вы знаете, это такой кайф вообще спать. Знаете, вот я помню свое детство, когда ко мне приезжала подружка, мы с ней вольтом спали. Такие эмоции, так классно, знаете, вместе ложишься, что-то разговариваешь допоздна, потом засыпаешь так. Классно, когда гости приезжают, и вот так вот детки начинают между собой вот так вот уже дружить, общаться. Какие-то у них свои тайны, какие-то дела. В общем, что они бегают целый день, что-то делают. И мы, в общем, не до родителей. Да, Катя? И Катя с ними тоже такая бегает все время, улыбается. Да, вот так вот улыбается, да? Ну все, будем заканчивать свое видео. Спасибо за внимание. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...